Так, ну что, ребята, мы готовы. Мы выдвигаемся. Ну что, у нас 3000 миль до марки. И прошли мы 961 миль. Сейчас у нас 9 утра. Мы еще буквально чуть-чуть ложимся на курс, поворачиваем, открываем паруса и все. И поехали на маркет. Как я вам говорил, голопогосы – это зона унхиского давления. Поэтому пока мы отсюда не выйдем, вот эта вот срань будет нас преследовать постоянно. То есть вот у нас такая погода великолепная. Выключили все паттерны, чтобы... Мы даже не видели красоты вокруг солнца. Недоступная роскошь. Тут у нас лук растет. Вот так вот эти все тучи льют. У нас не столько холодно, сколько просто мокро и заливает. Фу! По океану обычно ходят только downwind. А когда идешь upwind, это всегда такое адское ио-хо-хо. Потому что волны большие. И за счет того, что высокая скорость, потому что мы сейчас идем там 7,5 узлов, почти иногда до 8. И ветра всего 19, аппарент. Ну, волны, как обычно, видно, не будет, наверное. Но какое-то представление может получиться. И наша задача сейчас... Мы доходим до последнего острова, самого большого, на Галапагосах. Поворачиваем градусов на 30. И мы будем идти в полветра. Может быть, после острова даже у дюк будем уходить немножечко наверх. Просто для того, чтобы было комфортно. И потом вместе с ветром спускаться вниз. Итак, мы прошли одну тысячу морских миль в нашем путешествии. А это, между прочим, 25% всего трипа. У нас сейчас время приготовления ужина. Итак, у нас будет ведро салата оливье. Майонез. Асейте де олива. Это вы все это делали, такое великолепие. Оливье. Правда. Смотрите, что нам Сережа наготовил. Если бы не я, сидели бы голодные вообще. Нам-то не гони. Ты туда даже спуститься не могла. Ну, поэтому я заранее все делала. И Кристина тоже. Насыпай. Можешь всем много. Еще? Не-не. Это кто работает, столько тот ест. Так и увидит. О! Мне хватит, знаешь, на первый раз. Потом я еще добавлю. Мне не хватит. Знаю, да. К нам опять дождь приходит. Вот он. Прямо сейчас будет лить на ночь глядя. Поэтому придется сейчас надеть курточку, чтобы не мокнуть. Но надеюсь, что это все быстро пройдет. У нас сейчас, кстати, волны идут вот так. По прогнозу еще будут идти какое-то время так. Потом пойдут в борт. Потом повернут сзади. И вот это уже будет наш полноценный режим. А пока прыгаем. У нас сейчас 89 градусов к ветру. То есть мы идем в полветра. Но волны заходят спереди. Я такое не люблю. Потому что всегда, когда ветер не соответствует волне, она становится такая рваная, чопи такая. И это всегда не очень хорошо. Ну, не комфортно, потому что болтает сильно. У нас уже становится темно. И, как обычно, под вечер раздуло. Опять пришли на смену солнца. Вот такие тучи. Иногда из-под них идет небольшой дождь. В общем, мы уже перевели экран в ночной режим. У нас дуло достаточно сильно. У нас там последний риф стоит на парусах. Можно разрифоваться, но на ночь мы и так дойдем. Так, всем доброе утро. Что у нас с энергией? Вот так вот. Запускаем инвертор, потому что случится кофе. Запустился. Сейчас вот включится, включится интернет. Потому что мы на ночь отключали, чтобы электричество поэкономить. Потому что море немножечко такой раф. Болтает сильно, а так вот подруливает. Что у вас тут происходит? Доброе утро. Доброе утро. На подходе, Маркезе. Ага. Да. 2800 миль. Да, как, как. Даже 2888. У нас наш интернет отказал, потому что мы его забыли переключить из режима роуминг-мобилити-дата. Это приорити-дата за 2 доллара на гигабайт. Но сайт работает. И вот мы сейчас вот в этом, in the middle of nowhere, зашли на сайт, включили эту опцию. И ждем, интернет сейчас должен появиться. Вот. Мне нравится, как это все работает. В океане, интернет, кнопочку включил. Сразу видно, Дина вышла недовольная. Как понять, до какого градуса нам нужно опускаться? Ниже экватора идет южно-экваториальное течение. Открываем наш атлас Джимми-Корнова. И ищем Pacific Zoom. Вот. И смотрим здесь. То есть уже здесь идет течение вот ниже Галапагоса. Вот так спускаемся. И где-то это у нас между вторым и третьим градусом. То есть уже вот на самом деле от Галапагоса мы спустились вниз. И течение уже начинается. И мы так спускаемся еще ниже, ниже, ниже. И вот где-то на уровне там... Ну, короче, мы можем идти прямо на самом деле на Маркезы. И течение будет идти с нами. Поэтому просто едем по прямой. Вот что на палубе нашел. Это штука от паруса. Вот она, смотрите. Это нужно парус немного скинуть вниз. Быстро ее туда вставить и поднять наверх. Так, вот, все, поставил ее. На месте. О, у кого-то тут Мэйдэй. Лучше себе. 123 морских мили. Будем карася ловить. У меня вот такой воблер. У нас соревнования. А у тебя что? У меня кальмар. О, кальмар великолепный. На него клюет сразу, знаешь что? Саши бы сразу. Сразу сашими клюет. Да. Спиннинги заброшены. И чтобы их случайно не... Рыба не забрала. У нас тут веревочки. У меня ее вторая. Что с этим делать? Рыба не забрала. Рыба не забрала. Субтитры сделал DimaTorzok ну что наш тунец стал вот этим великолепным куском мяса а девушки на занимаются мытьем лодки потому что грязище неимоверное было кровавая баня простой и разорвало тунца по всей лодке а сейчас время севиче вот здесь мелко режется мясо мелко режется лук что это ты делаешь такое великолепно это будет соленый тун сахар соль тунец и любовь а здесь у нас ведре севиче нас мы сюда лимоны перец или просто вот так вот соль кладешь сверху да потом мы будем их там массажировать здесь соль и острый перец и сахар и сахар до фирменный рецепт такой вот у нас теперь пол ведра лимона пол ведра севиче а что у тебя там у меня тут соленая рыба глаз но нам еще нужны котлеты у нас мясорубки нет поэтому мы режем мелко а потом возьмем вилку и так все подавим 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 будет нормально для котлет так сейчас будем вакуумизировать рыбу на суше а вот ваш фарш это будет у нас через несколько дней котлет и сейчас уже его завод кладем аккуратненько накрываем ключик а теперь говоришь ваксин вот такой вот промышленный продукт так вот у нас получилось вот это у нас будут суши а вот это снизу это фарш вот так удобно его хранить четверо в холодильнике вакуумизировать а вот а кальмар дурацкий всем доброе утро у нас сейчас вахта с диной у нас ночь проходит так 4 часа вахта с 8 до 12 потом 12 до 4 мендугаса и кристины потом с 4 до 8 опять моя и на следующий день мы меняемся так вот сегодня ночка была такая прямо ух нельзя сказать что погода плохая то есть было там узла 23 ветра но проблема в том что разгоняет большие волны этот ветер сползал там меньше 90 градусов а это очень некомфортно потому что даже если мы зарифовались вот прямо под 3 риф я сейчас объясню почему слетаешь с волны врезаешься в следующую волну тебя боком с волны падают волны реально большие если рифуешься ты снижаешь скорость но ты все равно идешь там больше 6 и вот до 6 еще как-то окей а после 6 уже ну прямо сильно а если вот идешь под парусами которая под вот эту вот погоду то это будет где-то 7 плюс до 8 и на такой скорости по таким волнам ну очень очень тяжело а летучие рыбы они когда попадают они такие вонючие ай что случилось не хочу рыбой причем эта рыба попал один из затылок потом пала на кровать ну не на кровать на сидушку боковую он все в чел трепыхается ты ее пытаешься взять она от этого еще больше не учишься и и она так воняет в общем вонючая рыба и ты весь вонючий потом и с утра и у тебя это подушка под шею воняет этой рыбой теперь ее стирать надо вот такая у нас реальность с голода здесь вряд ли умрешь просто надо будет ночью включить свет гора рыбы вышел такой с корзинкой как за грибами насобирал это сивище короче приколотого свеча но уже настоялась вкусненько и холодно это как завтрак просто великолепный вот с утра была копия а потом вот это все включая свеча я вам уже раньше говорил что у нас если волны шли раньше с 80 градусов потом перешли в бок на половинку и сейчас пошли нас догонять сзади это не очень удобные волны потому что лодку начинает разворачивать заносят жопу и приходится постоянно бороться с вот этим вот паразитным вращением но проблема не в этом проблема в том что у нас еще ветер сейчас не синхронизирован с волной у нас есть небольшой угол и вот я жду пока это все синхронизируется я думаю еще день-два наверное максимум чтобы мы уже шли на чистом посаде с минуточка гедонизма смотрите си вичи пивичи трубка трубичи трубичи короче вот так вот в середине дня сейчас у нас 1200 мы решили встретить следующую половину этих суток отмечаем вы знаете что маленькие кальмары могут летать на ударе своей реактивной струи там до пятидесяти метров большие уже не могут вот посмотрите куда они запрыгивают с крыши и так у нас сейчас 4 часа вот увидите батарея заряжена 94 процента и еще идет зарядка то есть так как солнце еще есть я думаю что где-то 95 посмотрим до скольки зарядиться в итоге но я думаю что это предел то есть у нас 13 4 полная сборка заряженная ну может еще там будет 95 может быть даже 96 если мы экономили разряд батареи да нет это огромные смотри он реально с ладошку размером миндулась у тебя в голову попал голову врубил вот урода моя голова крепче я думаю что мы из него сделаем какую-то еду он достаточно большой смотри ровно по размеру ладони до них больше больше смотри да да конечно мы его сидим такую еди иди иди сама спасай а не сорвала сорвался с крючка давай убей его еще в карто 8 вечера начала вахты у нас 88 процентов батарей и с этими процентами мы заходим в ночь так у нас за ночь осталось 74 процента от батареи я не знаю почему у нас такой достаточно большой расход тем не менее это очень много нас очередное утро какой день я уже не помню не считаю ну наверно 3 4 какой-то такой сзади у нас вы видите восход а что у нас здесь происходит мы прошли 1349 не буду цели нам осталось 2620 скорость нас 5 4 мы идем курсом 259 скорость 5 4 означает чтобы мы вышли на течение потому что при ветре 14 узлов мы идем на втором рифе поэтому у нас реально объективная скорость там меньше четырех я уверен но так как течение нам дает вида узла полтора по нашим расчетам то мы идем больше пятерочки что разрифуемся и пойдем около 7 нормальная скорость для тихого океана волна спала волну все равно камеру вы не увидите поэтому непонятно что вам показывать ровное море пойдем по палубе делаем манин крутим чек так по выбрасываем сразу кальмаров ненужных я проверяю смотрю чтобы не было там каких-то болтиков на палубе каких-то элементов которые на ней быть не должны чтобы все паруса были в нормальном состоянии ну короче чтобы без сюрпризов потому что сюрпризы яхтинги совершенно не нужны у нас море сейчас немножко успокоилась и я думаю ближайшее время мы так и будем идти 12 13 14 узлов вместе с течением получается около пятерочки пять с половиной даже 6 если немножко больше раздувает и стоит вопрос что делать использовать код зеро или идти на обычных парусах но пока мы будем идти на обычных парусах а если вот совсем стухнет и мы поймем что идем медленно там меньше четырех тогда откроем большие паруса но пока еще об этом рано говорить что это здесь происходит 1 очень вкусно посмотри какой будет омлет ничего себе и вот такой салат до кефиром с кефиром которые мы сделали у нас есть закваска такая кладется в молоко и через там на солнышко ставится через пару дней получается отличный кефир и потом от него чуть отливаешь следующий в следующий в следующий и так можно делать достаточно долго приятного аппетита это пирог сейчас я это буду есть нет времени ой нет времени объяснять так это наша рыба маринованная у нас уже есть пару кусочков отрезанных чтобы попробовать как вы понимаете это будет спи он это просто волшебно включить даже на рыбу не похоже а похоже на какое-то мясо что ли специи и немножко любви и это все с того что приплыла к нам на лодку сама ну не пиво конечно ну карась замечательно это сделал итак после дня зарядки у нас сегодня солнце было много 85 процентов батарей это тот заряд с которым мы заходим в ночь обычно это 95 то есть сейчас у нас на 5 процентов меньше это у нас сегодня работала посудомойка опреснитель кофеварка ну то есть полноценно пользовались системой на утро я вам покажу сколько у нас получится по электроэнергии и не забывайте у нас 220 работает интернет старлинк 50 ватт вот он берет а это между прочим там условно 1 и 2 киловатта за сутки то есть это реально большое количество так и вот следующий день у нас 68 процентов остаток батарей вот ну это чтобы понимали расход но мы сегодня будем экономить немножко подзарядимся чтобы выйти в положительную сторону у меня сегодня что-то такое клюнуло такое ух не вытащили сорвалась но воблер не откусила вот это кстати странно что если обычно что-то такое большое клюет она срывается вместе с воблером по погоде мы идем сейчас 7 мы зариповались у нас стоит первый риф на мэйне первые риф на хэде потому что задувает до 21 вроде это как бы и немного с точки зрения ветра с точки зрения волны вы знаете что волны обычно как-то вообще не видно лодка взлетает очень высоко и ее разворачивают в год и приходится постоянно за курсом следить чтобы нас там никуда сильно куда надо не развернуло махи махи провер finns махи 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 г Не-не-не. Зарвалась! О, хорошее! Я надо подрикнуть! Прости ещё! А если серьёзно, мы просто не хотим махи-махи, мы хотим поймать сумка. Потому что махи-махи у нас уже есть одна, из неё можно сделать сашими и его поесть. Ну, в принципе, и хватит, тут рыбы. Ну, у нас только что была смена времени. То есть, на Галапагосах с Панамой мы сменили 1 час. У нас стало минус. И вот сейчас ещё 1 час. Минус у нас ушёл. Происходит это просто автоматически. На часах переводится время, и всё. Смотришь, оно отличается от чарт-плоттера. Раз, смена. Небольшая проблемка случилась. Короче, трабл, я вам сейчас покажу. Смотрите. Наш прибор, я его выключил сейчас. Вот это разъём Эльмея. Он просто рассыпался. А знаете почему? Потому что по стандартам Евросоюза все эти кабеля должны быть био-деградейбл. Это просто скотство. Потому что ваши провода должны быть надёжные, а не разваливаться от ультрафиолета и прочего-прочего. В этом чарт-плоттере находится карта от Memory Stick, на котором карта. Поэтому у нас сейчас на нашем большом чарт-плоттере карты нет. Мы идём без карты. Вот это вот всё здесь никаких деталей не имеет. Нам это и не важно на самом деле на данный момент. Чтобы починить вот это всё, у нас есть ещё как минимум две недели, а то и две с половиной. Великолепно. Погода уже солнечная. Солнце светит вовсю. Также же все попросыпались. А почему все сидят в телефонах? А потому что интернет на лодке есть. И такая у нас интровертичная пати посредине Тихого океана. Короче, за ночь у нас особенно ничего не случилось, кроме двух небольших поломок. У нас перестала работать кнопка портсайд лебёдки. Медленно работает, быстрая нет. И почему-то перестал работать холодильник. Вот сейчас я пью кофе, прихожу в себя и начинаю этим всем заниматься и смотреть, почему же оно всё-таки сломалось. Холодильник включился, я потрогал реле. Не знаю, что там с ним такое. А кнопку сейчас будем разбирать. Просто отвалился контакт. Надо его сейчас будет сюда подпаять. Так, вот подпаял, проверяем. Всё, работает. Теперь кнопку обратно собираем. Носили кончик обязательно снизу. И у нас это готово. Ну что, проверяем. Так, ну всё. Это мелкое недоразумение исправлено. Там dance. Это мелкое недовольство. Или снизу. Старик. Уживая таланта. И это мелкое недовольство. И мы положим только об е. В подпольте. Или снизу. Подпольте тоже. Смотрите, как можно окупировать. чтобы сделать такое, чтобы было понять. Чтобы было окупировать Airport. Эта cameras. Здесь прекрасно конечно же. У нас очередной день подошел к концу и у нас сейчас будет первая ночная вахта с 8 до 12 и потом мы меняемся и потом вторая с 4 до 8. Мне нормально, я в такую вахту высыпаю здесь в пакпите сильно лучше. А я плохо, косточки болят, на лапке с тобой не помещаюсь. Тащи сюда диван. Ну что, Диночка, это твоя вахта сейчас. Как дела? Хорошо. Спой, хочешь? Нет. Хочу кофе. Кофе и интернета. У нас стало солнце. Мы идем со скоростью от 5,3 до 6,5. То есть где-то средняя около 6. Нам осталось 2183. Проблема сейчас в том, что ветра мало. То есть у нас сейчас 14, более-менее окей. Не забывайте, что это apparent wind. То есть от него нужно отнимать нашу скорость, потому что у нас угол к ветру 130 градусов. То есть он более-менее нормальный, по прогнозу 14. Но когда он по прогнозу идет 14, а не на гастах, у нас паруса начинают заполаскивать и хлопать. Потому что основная проблема в океане – это волны. То есть и мы ходим не по ветру, мы ходим по волнам. Так как, чтобы их легче обруливать, чтобы лодка ровнее шла. Потому что если ходить просто по ветру, можно мозгами двинуться. Ну и для парусов ничего полезного, естественно, в этом нет. Поэтому у нас сейчас вот такой тяжелый достаточно период, тяжелая ночь была. Но несмотря на это у нас средняя скорость 6 узлов, что нас вполне устраивает. У нас за нами два корабля. Смотрим, кто это. Это какой-то рыбак. Вот видно. Класс B, фишинг. Называется Хуаин. Идет со скоростью 8,8 узлов. И СПИ с нами 2,8, 2 мили. Их уже там видно вдалеке, но я вам на камере их все равно, скорее всего, не покажу. Потому что это очень далеко. Может, когда будут проходить мимо. Но, во всяком случае, один, потому что второй будет проходить тот дальний, больше, сильно дальше. А этот где-то в 2 милях может будет проходить. И, возможно, вы его увидите. Вот этот рыбак уже прямо рядом с нами. У нас СПИ с ним очень маленький. Смотрим. 0,4 мили. А вот. Проходит мимо. У нас есть небольшая сложность с энергией. Я вам показывал, что у нас идет такой небольшой недозаряд. То есть мы как бы с этим выживаем. Но у нас за ночь достаточно большой расход энергии. И как бы за день мы получаем, ну так, прямо впритык. Если чуть солнца меньше, то все. Сейчас вы смотрите. Наши панели, вот они вроде как бы работают. Это работает. Те работают. А вот эта панель находится в тени под парусом. Не работают. И когда солнце проходит за горизонтом, оно проходит вот с этой стороны лодки. И получается, что работает только одна. Эта панель работает плохо. И когда лодка наклоняется в эту сторону, то вот эти вот панели задние не работают. То есть у нас получается ситуация, когда вроде как бы панелей много, но на ходу не работают. Но если стоять на одном месте, то, конечно же, такой проблемы нет. Поэтому, ну, уже 2000 миль прошли. И еще 2000 пройдем. То есть, в принципе, у нас не то, чтобы прямо плохо. Но на все хотелки, по факту, солнца не хватает. У нас, между прочим, вечерний просмотр сериальчиков. Ну что, вы довольны? Диночка, что ты с чупа-чупсом? Да. Короче, у нас калифорникейшн. Мы будем смотреть сегодня этот сериал. Чем ты такой модный занят? То, чем занимается. А я в переходе сижу и монтирую ролик. И монтирую ролик про подготовку перехода на большой этой железной лодке Фантом. Вальдивы на супер-яхте. Вот это вот у меня сейчас в монтаже. На самом деле, погода позволяет, а почему бы не заняться чем-то полезным? Все равно будешь сидеть на океан смотреть, а так можно чем-то полезным позаниматься. Ты такой полезный. В переходе монтирую ролик про переход. А что делать? Нет, я в переходе еще буду монтировать ролик про переход, но это будет чуть-чуть побольше. Тем временем нам осталось 23 мили до половины этого великолепного перехода. Или, между прочим, это треть мы прошли, осталось две трети между Галапагасами и Маркезами. Ну или так. Или так можно считать. У ребят заканчивается вахта. Кофе делается у них в турочке. Любят вот так. А мы кофе делаем не так. У нас кофе делается вот так. Заходим в инвертор и говорим ему, включись. Включись. Все. И теперь, после того, как пройдет минут 10, у нас запустится заодно интернет. Мы проверим все новости, потому что на ночь мы интернет отключаем из-за экономии электричества. Про электричество я вам расскажу дальше. Все получилось не так шоколадно, как мы себе планировали. Просто за счет того, что мы мало получаем энергии. Но об этом немножечко попозже. Но, тем не менее, на кофе и на всякие такие бытовые нужны нам хватает. И единственное, что приходится отключать на ночь интернет Илона Маска. Итак, внимание. У нас 2000. Осталось до цели. 15 часов 10 минут. 17.06. Мы разменяли 2000 морских миль. И нам осталось до Хива, ооо, Маркезы. И мы прошли 1978 миль. Почти 2000. То есть, половина. Но меньше двух. Меньше 2000. Это уже произошло. Тащим шампанское. Мое любимое. Ну что? Ес! Ес! 2000-2000 морских миль. Мы разменяли. Осталось нам всего фигня. 1999. 1999. Летал бы вокруг и кричал. Вы что делаете, звери? И я хочу. Есть твой шмот и что с ним потом делаем? Ну что? С половинкой. Уй! Уй! Ужис! вот она наша махи махи 7 килограмм мы только что взвесили это очень большая эфирация класс ну да, Сергей, любит то, что ты делал все это в шале И вот эта проблема, я ищу к другому. Вещаю. Вещаю. Вещаю, въеду, въеду, и въеду. Мне очень много видов. Въеду, въеду, въеду. Въеду, въеду, въеду. У нас сейчас немного подраздуло. Мы зариховали Мейн. Поставили его на вторую панку. У нас скорость больше 8. Он сзади видно. У нас такие волны видно большие. То есть они на нас. Они нас немножечко разворачивают. Вот такой у нас сейчас яхтинг. Вы можете спросить, а что же будет у нас из махи-махи. Вот смотрите. Махи-махи жареная на сковородке. Вот уже готовая сашими из махи-махи. И вот уже очередь для махи-махи. Приятного аппетита. У нас пюрешка и рыба. И вот сашими уже немножко есть. И закат. Ты уже рассказывала, что у нас случилось? Нет, но я показывала, что ты на мачте сидишь не заодно. Вот. У нас в очередной раз лопнула ванта. Причем так и вторую. Вот так. Переделывали. Прекрасным образом. И мы всю ночь занимались тем, что там лазили по мачкам. Вынимали старую ванту. В 3.30. Это в 3.30. Вставляли туда старую. Та, которая у нас была с обжимкой. Делали новую обжимку. В общем, вот всем вот этим вот мы занимались. Пару часов уже? Пару часов, да. Короче, акшерный яхтинг. И нам еще 1700 с копейками миль идти. Всего 1700. Ну, радуюсь, что это не нагрузочная, ну, не самая нагрузочная сторона. Ну, да. Но надеюсь, что она будет работать. В всяком случае, есть для этого... Ну, уже есть опыт с этой вантой хождения. Проверять, как оно там держится и так далее. Я сейчас поставлю. Мерные метки. Да, метку. Там губибу как раз летает, я мечет. Ну, вот у нас сейчас около 9-9 утра. И вот получилось только выпить кофе, когда вот вроде стабилизировали проблему. Зато посмотрите, какой получился у меня великолепный капучино. О, очень классно. Это с учетом того, что у нас в 12 ночи началась наша вахта. И вот сейчас до 9 утра у нас поспать не получилось. Потому что в 3.30, как раз когда наша вахта закончилась, произошел биг-бадабум. И она такая тум и упала вниз. С этой вантой были вопросы, но вы же понимаете, что... Всегда это не на ровной воде. То есть для этого были какие-то внешние причины. Сейчас у нас под раздуло. И вот у нас что посмотреть, какие большие волны идут. Ну, не знаю. Это тяжело, если на камеру волны показывать. Но вот такие большие волны идут. И иногда, когда они поднимаются совсем высокие, лодку разворачиваю. Проблема в том, что когда лодка, допустим, идет в эту сторону, нагружаются вот эти ванны. Иногда она делает рывок и нагружаются вот эти. Получаются вот такие вот тычки. Вот эти вот тычки как раз для ридинга являются проблемными. Мы пытаемся сделать такой курс, чтобы у нас было ну что так поровнее. Но когда такие большие волны вот прямо сильно ровно в любом случае не выйдет. Вот так. Вот так. У нас вот пока на 3 дня ожидается вот такая вот погодка. Надеюсь, что прогнозы не будут врать. И мы будем идти. У нас скорость будет там 5,5-6. И вот с такой скоростью, надеюсь, несколько дней до того, как чуть-чуть поднимется ветер, мы сможем пройти. Всем доброе утро. У нас наша сейчас ванта. А сзади меня, посмотрите, это восход. Я всегда люблю восходы в океане. Это всегда красиво. Ночью ничего не случилось. Наоборот, тут ветер. Сейчас у нас 13 узлов. Мы даже решили не разриховываться. Как шли, вот так и шли. У нас средняя скорость получилась 4,9. И, в принципе, нас это устраивает. Сейчас утро разриховались. А еще забыл рассказать, когда у нас с этой вантой были проблемы. Эти летучие рыбы, которые валяются на палубе, еще ничего. А вот кальмары, на которых ты поскальзываешься, это просто жесть. Ну, рыбы здесь, как всегда, у нас валяются. Вот можете посмотреть. Ну, и вот такой вот обычно с утра встаешь, идешь по палубе и их просто выбрасываешь. Ну, не можно что делать, конечно. Уже просто тупо лень. Видишь, какой бибу не падает щек. Он не собирает рыбу с мамой. Полетел и ладит свою. Это Дина говорит про нашу птичу, которая с нами живет. О! Бубибу великолепный. Он, короче, живет у нас на лодке, спит на якоре. Как этот птич великолепный себя ведет. Видите? Он сидит только на якоре. И вот он сидит только так, мордочкой в эту сторону, а жопкой в ту сторону. И это видно. Но на якоре мы ему такие шалости прощаем, потому что якорь воду скинул и помыл. А на лодке такого он не делает. Великолепная птичка. У нас в процессе уже немножечко мы позаносились. Поэтому у нас сейчас происходит процесс стиралки. Но что-то непонятное с ней случилось. Короче, ее, чтобы запустить, нужно открыть крышку и слить с помпы воду. Тогда она запускается и уже полноценно работает. Может где-то перегнулся шланг и оно его продавливает. Непонятно. В общем, запускать ее получается, но придется ее в ближайшее время чинить. Но уже три цикла так у нас сделать получилось. Вот у нас шмот сохнет. А здесь прикол в том, что ты развешиваешь комплект белья после целой загрузки машинки. И пока стирается следующая загрузка, предыдущая уже сухая. Вот такая жизнь в жарком климате. И у нас, кстати, не так, чтобы жарко. У нас 25 градусов. А на Таите сейчас зима. Это южное полушарие. И ночью, ночью с двух до четырех даже 20 градусов. На лодке автономность это все-таки не 100% автономность. Конечно, у нас по электричеству, по воде здесь все окей. Но у нас есть газ. И мы готовим на газу, пока на индукцию мы переходить не планируем. Может быть где-то на стоянках, где у нас будет меньше потребления энергии, такого как автопилот. Тогда можно будет купить индукционную плиту. Но пока мы готовим на газу, и у нас тут закончился газ, сейчас надо баллон поменять. сам баллон. Короче, он у нас полный. И вот сюда он сейчас у нас пойдет. Так, все, это есть. Открываем. Проверяем. Ну, все, газ есть. Видели, я вам показывал вот этот фронт на небе. А теперь полюбуйтесь, буквально прошел час. Светит солнышко, великолепная погода. А было затянуто, и мы смотрели прогноз погоды, было написано 100% покрытие cloud coverage, между прочим. А ужин у нас будет вот такой вот, например, лук. Смотрите. Чтобы цинги не было. Боюсь цинги. А вообще, чтобы цинги не было, нужно выполнять команды капитана. Знаете, что это? Вот Дина что-то сделает, за палочкой я потыкаю. Не, не убегает, значит нормально, будет съедобно. Это будут шашлыки. О, да. Давай. Давай. Поло contextual персонажей. Выпусти его, он живой еще. Да, живой, живой. Да я его выпущу, прям какой-то свежак. Съедим его, Лин. Да нет, давай. Пожарим? Боже мой, какое несчастье. Да да, я тебя уже выпущу. Да. Фу. Все. Он там шепнул на меня. Да. Он сказал, сказал спасибо. Причем такой агрессивный, да? Нападал. Утро доброе, очередное утро. Мы сегодня полночи моторили. Просто ветер полностью скис. Сейчас мы идем со скоростью там пять с половиной, наверное, узлов. Но при этом у нас аппарент 10 и 156 угол. То есть ветер заполз сильно назад. А еще мы научились кормить нашего птича. А где он? Вон он, вон он. Оби! Не туда смотрим. А где он? Три скормил. Я он ест. Ну, два поймал на Литового. Одну взял с водой. Итак, народ, как вы думаете, почему мы стоим здесь с бутылкой шампанского? Мы, я имею в виду, я, просто во множественном числе, потому что к себе нужно относиться с уважением. Итак, внимание, показываю. Вы видите? 1453. 53 мили назад мы должны были открыть вот эту вот «Анна». Че, не пьешь «На»? Так вот, 53 мили назад. Нет, 47, извините. Так что, вскрываем? Это самое вкусное шампанское. А теперь, ваше очередь. Ну что, полпути, полпути от Галапагос на Маркезе. Половина, 50%. Мы сделали это. Какую сейчас страшную историю мы узнали. Короче, мы подписаны в группе Starlink OnBot. И прямо перед нами, 170 миль, прямо по нашему курсу, лодка под названием «Лулу», это «Плэжер Крафт», столкнулась с китом. И после столкновения затонуло, был подван под сигнал «Мэйдэй», и прибыли, общались с «Костгардом», с «Гонолулу», и они отправили туда какой-то карго-шип спасать команду, 8 человек на спасательном плоту. То есть история, на самом деле, полная говнина. То есть прямо по курсу 170 миль лодка утонула из-за какого-то взаимодействия с китом. Короче, срака. Вот я поставил точку. Вот мы. Вот здесь это произошло. Вот расстояние 168,9 морских миль. А мы находимся 1474 от Маркес и 2500 от Панам. Что ты думаешь, по этому поводу? Да страшно, пиздец, вообще. Ужасно. Непонятно, что с этим делать, если честно. Ну, типа, и непонятно, что у них случилось. То ли они вписались в спящего кита, то ли кит их атаковал. Потому что если в спящего, то это Нокио и шанс, типа, маленький, напилиться на китае. Если это какие-то киты, которые тут атакуют, так шанс больше. Ты знаешь, они к тебе могут подплыть и просто начать взаимодействовать с твоей лодкой. Ну, я вообще не слышал, чтобы киты именно атаковали. То есть, потому что... Ну, Гибра-Алтари же атакуют, здрасте. Там есть эта сумасшедшая, ебанутая самка кита, которая учит молодых китов атаковать лодки специально. Там пишут, что то ли у нее там травма от ее когда-то, там, лодка на нее наехала, то ли что-то такое. Но у нее там реально, блядь, спой в программе. Я бы за такое вообще просто убила эту конкретную самку, чтобы не было проблем остальным. То есть, здесь вообще непонятно, тут и киты другие, это ж тихие. Но не было истории. То есть, мы бы слышали, во всяком случае, о том, что киты атакуют не только в Гибралтаре, а где-то еще. И, во всяком случае, в тихие идет достаточно большое количество лодок каждый год. И, ну, я не знаю, ну, даже и в 2000, наверное, сколько идет? Ну, сотни точно. Здесь сейчас, вот, в марте был случай, там, 20 марта, ближе к Галапагосам, то же самое, лодка врезалась в кита, и спасали, лодка затонула, спасли, там, по-моему, троих человек. Это 20 марта, сейчас, что там? Это лодка, эта лодка называлась Rain Dancer, а сейчас? Сейчас Лулу, и ветер сейчас легкий, то есть, это не на большой скорости, а не явно что-то случилось. В общем, не знаю, страшно. У нас этот переход какой-то, не знаю, реально страшный. То с Вантой уже три раза проблема случилась, только Ванту как-то пережили, идем нормально. Так, теперь этот кинс, не знаю, хочется поскорее дойти, и все, чтобы, блядь, эти переходы уже закончились на какое-то время. Так, ну, поехали. Большие паруса всегда захватывает. Все, нормально. Давай, подтягивай еще. Это наш код зеро, такой ужасный. Видите, какой он латанный, перелатанный. Каждый раз, когда я открываю этот парус, я думаю, что это его последний раз. И каждый раз есть какая-то причина его чинить. Сейчас моя утренняя вахта. Смотрите, какая красота у нас здесь. Только-только солнышко встало. У нас ночью ветер упал, мы включили мотор. Ну, вот, прошло часа три-четыре. Я думаю, что ветер уже достаточный для того, чтобы можно было открыть большой парус, и мы продолжали на нем идти. Но, все равно, в любом случае, перед тем, как любые манипуляции будут начаты, я сейчас сделаю себе чашечку кофе. И с этого мы начнем наш новый яхтенный день. Смотрите, кто к нам пришел. Как панели теперь мыть? Как теперь мыть панели? Вот большой вопрос. Ну что, блин, пришел тот момент, когда нам нужно было свернуть код зеро. Ну, у нас проблема. Потому что хальярт, эта веревка, которая держит его сверху, она в ролике раскошлатилась. Короче, там сделано так. У нас есть внутри мачты ролик. Из него выходит веревка, спускается вниз. И второй ролик. И вот между мачтой и роликом перетерлась немножко веревка, перетерся наш хальярт. И парус работает великолепно, но может упасть в любой непредсказуемый момент. А нам нужно его снять, потому что нам нужно использовать обычные паруса. Я не знаю, как это делать. Вот вы видите, погода нас скачает достаточно сильно. И ветер раздуло. То есть нам его скрученным нужно в любом случае как-то снять. Поэтому есть шанс, что я сейчас полезу на самый верх и буду с этим что-то думать. Народ, фух. Это жесть. Наверху там амплитуда огромная. То есть я весь подрался, он на руках цаточки, всякие царапины. Короче, лазить, когда лодка в океане наверх мачты, это самое конченное и неблагодарное занятие, которое только можно придумать. В нашем случае я был вынужден это делать, потому что мы просто тупо не могли снять свернутый парус. А оставлять его там нельзя, потому что он может запутаться с нашим хедом и сделать нам очень-очень много больших проблем. Но, как обычно, у нас все получилось хорошо, только нервно. Хотите, прикол, у нас сейчас по прогнозу должно дуть 21, а ветра нет настолько сильно, что мы просто включили мотор и моторим. Волны, естественно, есть. Волны 2,5 метров с периодом 10 секунд. Поэтому качку никто не убирает. Но и ветра нет. Дискомфорт в таком хождении в том, что на моторе лодка очень сильно болтается из стороны в сторону. И это просто дискомфортно. Когда есть парус, он является стабилизирующим элементом. То есть, когда он натянут под ветром, лодка идет ровно. А на парусной лодке ходить без паруса под мотором по океану, это просто говно. Знаете, что мы сейчас будем делать? Мерить глубину. Привязывается к веревке, опускается на дно, вынимается, замеряется. Все просто. А, это не глубиномер. Ну, в общем, сейчас будем смотреть на солнце. Сюда можно на солнце посмотреть два раза. Левым глазом и правым. Ну что, как тебе прибор, скажи, пожалуйста? Вот ты научился им пользоваться сейчас. Сейчас. Научился пользоваться именно прибором, не определением точки. Это у нас будет чуть позже, там, в 12 часов. А сейчас просто исключительно матчастью. Топорная вещь. Не доверял мне такому. Как для GPS-а слишком кощунственно-брутально. Да, но это можно использовать как для обороны какой-нибудь, знаете, носить. Выглядит тоже страшно. Ну что, в 12 будем замерять? Нет. Нет. Топорная вещь. Субтитры сделал DimaTorzok У нас опять рыба клюнула, скучно, давай уже тащи ее, вынимай. Я пошел внутрь монтировать, опять рыба, великолепно, а это уже готовы, почти филешки срезать со шкурой, хороший карась. И вот по прогнозу была нормальная погода, солнышко светит, все. И вот смотрите, сзади такое серое пришло, затянуло все и пошел дождь, поэтому надеваем непромы и будем пережидать. То есть это не выглядит как что-то такое прямо большое по размеру, но может быть на пару часиков, конечно, пораздавать. А все было как хорошо, солнышко светило и ничто такого не предвещало, вон тучи заходят. Надеюсь, это быстро пройдет. Доброе утро всем, у нас есть маленькая хорошая новость. Итак, мы разменяли 1000 миль, нам осталось идти 9, 7, 8, это до финальной точки и прошли мы 3000 миль. Поэтому сегодня у нас обязательно будет шампанское, будем опять праздновать. У нас есть определенные даты, мы меняем 1000, половину пути и еще 500 до подхода. Ну и естественно на приходе, но уже местные напитки. Поэтому сегодня вечеринка. Ну, это было не серьезно, а все почему, потому что оно холодное, холодное шампанское. Ммм, какой букет, Дина, у нас проблема. Атлантика, а мы идем в Пасифик. Ты перечиркни маркером. Да, полно вазень, надо, чтобы ты отвернулся, я их уберу лишнее, сюда бутылки. О, Розе. Ты прочитал только то, что Атлантик. Разменой 1000 морских миль до цели. Ой, сладко. Почему так болтает, да? Это все, как будто бы в океане находилось. Ну что, вот мы поймали еще одну рыбку небольшую. Не знаю, как это. Взвешивать? Поднять, что ли? Возьми его лучше. Ой, боже мой. 20 килограмм. Чтобы не загаживать палубу, я вспарываю брюхо, надрезаю голову с двух сторон и на веревке за хвост управляю сзади нас. Когда из него все стечет, мы его вымем и разделаем. Так, вот у нас филе получилась целая куча. Тормакулон. А вот и мисочка с таким великолепным сашими. Килограмм сколько здесь? 7-8 есть? Дольше. Больше 10 минут. 10 минут. Класс. Доброе утро у нас. Наша утренняя вахта сейчас как раз в разгаре. 7 утра. У нас до 8. Восход, естественно. Утренний кофе. Постепенно вживаемся в новый день. А еще сегодня у нас ночью на вахте Миндугас похоже утопил свой телефон. Миндугас, как ты утопил свой телефон? Правду рассказывать или такую драматическую историю? Драматическую. Что, типа Кракен выпался и отобрал телефон? Да, тут вылезла из воды, знаешь, чудо-юдо, и я там с ней воевал, и как-то вот так получилось. Ну, сошлись, что я отдаю телефон, и он уходит, да? Какой-то глуполь тихоокеанский. Да, если правду, так это чудо-юдо была только вот такая рыба летучая, которая прилетела на коврик. Ночью на коврике оставил и телефон свой нечаянно, и там темно, ничего не видно. Так я, чтобы не спачкать рук, взял коврик снизу и хотел выбросить рыбу на море. Вот, выбросил вместе с телефоном. Ну, еще будем смотреть, конечно, с утра, вот как светло, но вроде телефон нигде не валяется. С фоточками совсем капец. У нас тут чуть-чуть ход раздуло. Ай-яй-яй. Так, вот, смотрите, какая тут волна. Воболтает. Так, у нас проблема. У нас на нашем переднем парусе лопнула одна металлическая планочка. Сейчас я вам покажу. Короче, у нас теперь вот эта вот труба, вот, вот этой вот не касается. Что мне надо сделать? Я сейчас хочу снять нагрузку и фурлером закрутить 2-3 оборота. Так, у нас сейчас Дина там стоит на руле. И мы сейчас поворачиваем в даунвинд. То есть вот у нас даунвинд. Давай, отлично, отлично. Дина, 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 обняй. Дина, ты что делаешь? Стой, ровняй, ровняй, ровняй. Сейчас улетит. Снимай давай нагрузку. Еще, еще. Стой, стой, ментугас не крути. Снимай давай нагрузку. Еще, еще. Стой, стой, ментугас не крути. Еще, Дина, снимай. Мы сейчас сделали 2 оборота. То есть просто, чтобы снять нагрузку с угла паруса. Он у нас вот так намотан на трубе. И я думаю, что так он уже до маркезы будет идти. Надеюсь, там ничего не оторвется. У нас уже постепенно заканчивается еда. То есть мы уже вот... У нас один холодильник. Мы его уже открыли. И здесь уже сейчас мы его помоем. И все. То есть мы переложили продукты уже весь один. А этот выключили. Электричество будем экономить. У нас тут так приличненько дует. Лодка болтает уже так приличненько. Вон там подкрадываются сзади большие волны. И все так надо будет подниматься. В общем, нам осталось 500 миль до маркез. И я надеюсь, что мы без всяких приключений их дойдем. Потому что это чуть больше, чем трое суток. Хотя, если учесть, что вот такая вот болтанка здесь происходит. Ну, это такая нагрузка на лодку и на все узлы. Достаточно серьезная. Но я думаю, что у нас все получится. Помните, это вот большого тунца, которого мы поймали? Так вот, мы его засолили. И ждем приезда на маркезы, чтобы купить там вкусного пива и с этим кунцом. Должен быть уже наш остров. Нам осталось где-то около 60 миль до Нукухива. Но перед ним есть еще один островок. Как он там называется? Оахива. Оахука. Перед ним есть еще островов Оахука. До него 20 миль, остров 800, почти 900 метров в высоту. И за 20 миль обычно уже такие острова видны. Вот видите, вот это большое облако. Вот эти вот облака, вот те, которые чуть-чуть дальше, они висят над островом. Итак, как вы видите, у нас уже название все Маори. Дина, ты довольна? Не то слово. Надоело тебе яхтить? Да. Ну блин, слушай, здесь надо знать, реально 35 дней. Болтаться. Вот здесь, вот здесь. 35 дней болтаемся, как маркетанская лодка. Ну что, остров уже видно, уже все. Мы уже, можно сказать, мимо него прошли. Вот там куча. И под ней, вот я сейчас вот буду камеру ровно держать, под ней видно контуры. Это как раз и есть остров Оахуку. Вы знаете, что эта фиолетовая полосочка означает? Что мы вошли в территориальные воды французской Полинезии. Что мы теперь официально находимся на Маркезах. Я обновил сейчас свою позицию на часах. И здесь очень смешно перевелось время. Вот смотрите, сейчас в телефоне 17.08. А в часах 16.39. То есть, здесь полчаса разница, полчасовой пояс. То есть, грубо говоря, не по часам, а полчаса. Ну, тоже прикольно. То есть, у нас в Панаме получается 4,5 часа, а не 5. Так, ну что, вот мы прошли уже остров. Вот там. А теперь мы смотрим вперед. Вот там вот туча, видите, спереди. Это следующее. Это наш Нукухива. Это остров, куда мы и идем. Ну что, 4 тысячи мы разменяли от Панамы. 4 тысячи морских миль мы прошли с того момента, как покинули побережье Панама-Сити. И вот мы уже на Маркезах. Еще нам идти где-то миль 25. И мы заходим. Мы уже заходим внутрь бухты. Здесь, конечно, качка просто жесть. Болтает все из стороны в сторону. Но все равно вы этого ничего не увидите. Завтра буду вам показывать уже, куда мы станем. Ну вот у нас утро. После того, как мы приехали сюда на Нукухива. Сейчас вот я сделаю кофеек быстренько. И потом выхожу с чашкой кофе наверх. И будем с вами первый раз взглядом после ночи смотреть, что же здесь происходит вокруг. Ну, во-первых, конечно, очень красиво. Потому что горы... Конечно же, качает здесь не по-детски. Вот видите, какой якорь тут. Но это после моря неважно. Солнышко встает над горами бабочки. Красиво как. Уже сейчас хочется быстро сделать чекин и пойти тут разведывать. Что же здесь есть интересного на берегу. Смотрите, как смешно. Мы заднюю платформу не открывали там больше месяца. И шли как раз вот в океане, в офшоре. Заросли даже ступеньки. Вот представьте себе, сколько здесь живности активно. Ну, борт я вообще молчу про заросшие, но ступеньки. Это очень смешно. Мы уже на берегу, приехали на берег. Здесь не очень удобно ставить тузики. Нужен задний якорь, потому что тузики дерутся о стену, которая, ну, такая себе с кораллами. Сейчас мы идем. Тут вот желтый ларечек. И там Кевин, который агент здесь оформляет. На самом деле здесь агент не нужен. Просто если у вас паспорта не ЕУ, вам нужна либо виза, если не украинский паспорт. Если украинский паспорт, то ничего не нужно. Но есть такая штука, как бонд. Это страховой депозит около 2000 долларов, который за человека надо заплатить. Так вот, если вы его платить не хотите, есть какие-то letter of exemption. И можно сделать так, что платите 100 долларов, и все это решается. Я думаю, что в данном выпуске острова достаточно. Мы вам потом расскажем, покажем уже отдельно. Ну, пока разве что можно показать вот этот вот великолепный пляж. Диму, которая выглядит совершенно не по-яхтиному. Переодетая и довольная. Потому что вот тут у меня все яхтинное сидит. Это понятно. Лучше в городе сидеть, ясное дело. Ну что, нам поставили паспорт, штампик, дали 90 дней. И сказали, добро пожаловать во французскую Полинезию. Посмотрите, как мы заросли. Ужас. Реально максимально чумазая лодка. Ты поблизко не подъезжай, а вот царапаемся еще. Это реально за переход. Посмотри, какой он все. Сосмар. Ну что, народ, наше путешествие подошло к концу. Дальше, наверное, будет больше интересно для яхтсменов, потому что каждый из участников перехода выскажет свое мнение по поводу того, как все это было. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь и досмотрите эту нудную часть ролика. А если вы посмотрели переход, и этого вам достаточно, значит, этого вам достаточно. Не забываем подписываться на канал. Ну что, во-первых, я очень рада, что этот переход завершился. Завершился успешно, удачно. Мы, как вы видите, на новом месте, во французской Полинезии. Слава Богу. Это было очень долго, достаточно сложно и трудоемко, энергозатратно, и вот это вот все. В общем, мы устали, только сейчас уже приходим в чувства. Переход был 4025 миль. Заняло у нас это около 35 дней и еще неделя на Галапагосах. На Галапагос мы не планировали заходить, но так вышло, что у нас лопнула ванта, и лопнула она три раза за наш переход. Это два раза предыдущая ванта и один раз та, которую мы купили, новую поставили на Галапагосах. Сережа вам расскажет, в связи с чем так произошло. Но это был достаточно такой стрессовый опыт, потому что когда рвется ванта, это наш такой достаточно стремный опыт, потому что когда рвется ванта, мачта начинает качаться, а при сильной качке и волнах она качается прямо, можно молиться и плакать. Но хорошо, что нам повезло, что, во-первых, у нас Сережа стрессоустойчивый, он в экстремальной ситуации не теряется, там не включает у меня лапки, он очень быстро и четко реагирует. И второе, нам повезло, что у нас куча-куча пасочек, благодаря которым мы это смогли пересобрать. Тоже он вам расскажет. Очень полезно иметь в своем арсенале не только то, что на лодке установлено, но и невероятное количество всяких запчастей, талрепы, шокеля, веревки, ролики. И, в общем, то, из чего мы по итогу собирали замену и страховочную конструкцию для этой ванты. Это самая страшная ситуация, что с нами произошла. Вторая страшная ситуация, которая произошла не с нами, но напугала и нас тоже, это лодка, которая вышла за день до нас из Галапагос и находилась на расстоянии там около 150 миль. По-нашему же абсолютно курс ушла, тоже на Маркезы. В общем, она столкнулась с китом и потонула. Всех обстоятельств мы не знаем. Людей спасли, лодка ушла ко дну. И мы, конечно же, ведь у нас интернет от Илона Маска об этом быстренько прознали. Ну и я лично очень сильно боялась. Следующие около 500 миль, потому что оказалось так, что две такие ситуации произошло за менее чем два месяца в одном и том же месте. И это место вот мы ровно туда как раз и шли. На тот момент, когда мы об этом узнали, мы были в 150 милях от него. То есть на следующий день мы проходили вот именно там, где это произошло. С одной стороны, казалось бы, встретить кита в море, натолкнуться на кита в океане в таком большом, как Тихий. Ну, это капля в море. А с другой стороны, даже вот если брать голую статистику, за два месяца из около 20 лодок, которые шли этим путь маршрутом, потому что это уже офсизон достаточно, то есть уже не такой трафик сумасшедший, две лодки потонули. И получается 10% ситуации, которые закончились вот так. С обоих лодок людей спасли, но это жутко страшно. Жутко страшно, потому что, ну, ты можешь потерять все. Понятно, что, имея все средства коммуникации, которые мы имеем, они там у нас все продублированы. У нас и Yellow Brick, и Simrad, и Pirb, и спасательный плод, и Динги, и интернет от Илона Маска с Powerbank. В общем, я начала уже в следующие дни прокручивать просто, что мы берем с собой, какой алгоритм действий в случае чего. И успокоилась только, когда мы прошли это страшное место, где-то были уже в тысячи миль от Marques. Тогда я лично для себя внутри решила, что, наверное, можно успокоиться, все позади. Это вот два таких жутко напряженных случая, которые не хочется даже думать, что с тобой такое может произойти. В остальном переход был классный, ненапряжный, интернетик, киношечки, ютубчик, все ленты новостей. Мы были постоянно на связи. Это очень круто. Так мы еще никогда не ходили. Это, конечно, вообще новый уровень комфорта. Рыбу постоянно ловили. Самую большую, вот этот вот огромный, тяжеленный, толстый скрипджек. Он же рыбопобедитель, который мы до сих пор не можем доесть. Мы ее остатки сушили. И вот сегодня Сережа под пивасик достал. Спустя несколько дней, потому что рыба уже вот здесь сидит, не лезет. Курица не лезет, рыба не лезет. Мы сюда выбежали на берег. И такие, о, блин, что бы тут съесть такое вкусное? Потому что все, что у нас было достаточно богатое меню, и все правильно просчитано, суперсбалансировано. Некоторые, конечно, немножко похудели, но это, я думаю, из-за стресса скорее, чем от усталости, скорее, чем от недоедания. Ну, сейчас будет восстанавливаться. В общем, я безумно рада, что мы наконец-то дошли, что у нас впереди уже не такое все напряжное, короткие дистанции, много интересных архипелагов. Отсюда я уже готова сваливать, потому что мне здесь нравится, но не очень. Здесь, как вы видите, ну, мы покажем красиво и зелено, но заняться особенно нечем. А следующий архипелаг, куда мы пойдем, Туамоту, там будет и дайвинг, и снорклинг, и коралловые рифы, надеюсь, ракушечки. И что самое интересное, там будет кайтинг. Там офигенный спот для кайтсерфинга, белоснежный пляж. И вот это вот все. Мы перед отъездом из Панамы купили два новых кайта. Я очень жду их затестить. В общем, приключения впереди. Уже хочется скорее на Туамоту, там Фиджи, гости. В общем, наконец-то мы прошли этот вынужденный отрезок времени. Выпали немножко из всего на июнь месяц, но все уже позади. И дальше только интересное, приятное приключение. И вот это вот все. Ну, до встречи в новых выпусках. Ну, так я думаю, знаешь, вы тут живете в лодке, вам тут все как бы, как бы все ясно. Но я бы сказал, что мы переход Тихого океана уже сделали на берегу, когда готовились к нему. Потому что мы готовились ну, 4-5 месяцев. У нас семья, много детей, работа, все. И оставить все на 2 месяца, это было сложно. Так как я и смеюсь с друзьями, что мы Тихий перешли уже 2-3 раза, хоть до Тихого не доехали. Если говорить насчет самого перехода, то, конечно, это я по-другому себе представлял этот переход. Страшнее было, как я думал, что это будет. Но, по-моему, самое главное, это такая вещь, что ты должен бороться со своими страхами на океане. И еще, когда появляются какие-то технические проблемы, тогда ты начинаешь начинаешь бояться и бороться со своими страхами и еще страхами, что что-то в лодке случится, так сам переход был, мое мнение, был сложный. Был сложный психологический, физический, но, но, как сказать, я думаю, что, так как я себе представлял переход Тихого океана. Мне было не так страшно и не так, не знаю слов, как это сказать. В английском сказал. Нет, но сам переход был такой, знаешь, больше работа с собой, чем работа, допустим, там, с парусами, с лодкой, с какими-то там вещами, потому что настроил лодку, ну, идешь, волна большая, ну, ветер большой, ну, хорошо там, как-то справляешься, но, главная работа была с собой, с некомфортом, с постоянным этим, знаешь, когда тебя болтает, спить невозможно, спать невозможно, синяки везде, усталость такая, постоянная, что ты спишь только там 4 часа в сутки, а это сон нельзя назвать сном, ты там, ну, как, типа, спишь, но не получается. Дрем. Дрем, да. Так, весь этот переход такой, знаешь, путь к себе, путь своим мыслям, узнать себя, узнать своей границе, что ты можешь, как ты можешь. Мне понравилось. Ну, отличалось от того, как ты себе представлял, или нет? Да, отличалось. Я думал, что это будет страшнее, потому что я представлял себе эти волны очень большие. И, конечно, мы эти волны большие и имели, но они как-то в лодке, ну, лодка красиво их берет, но не было так, что там, знаешь, мы там идем, гору какую-нибудь, и там уже все понимаешь, что жизнь закончилась. Ну, представлял, конечно, страшнее, а так страшно не было. Мы перешли океан, перешли 4 тысячи морских миль, больше месяца мы были на воде. давайте подведем итоги того, что у нас произошло, сделаем эволюэйшн, как бы, всего перехода. Но, кроме этого, у меня есть тут еще маленькие ачивки, то есть, маленькие, свои какие-то небольшие достижения. Итак, в мае месяце было ровно 10 лет, как я живу на лодке. После того, как мы сделали этот переход, вернее, как, когда мы пришли в Панаму, у меня было там 96, что-то такое, тысяч морских миль. И я думал, что мы, когда перейдем в Тихий океан, у меня будет там уже соточка. Так вот, сейчас посчитали, у меня там то ли 115, то ли 118. Короче, сотку уже перевалил. Поэтому есть клуб для тех, кто перешел 100 тысяч, я уже в нем. Ну, что еще хотел сказать. Наша лодка, на которой мы это сделали, также было 10 лет, я ее первый владелец, я вам сделаю видео о том, что же случилось с новой лодкой за 10 лет при ее активной эксплуатации, жизни и при больших находах миль. Так что, можете меня поздравить с вот этими вот небольшими ачивками. Конечно, ничего в жизни моей не поменялось. Это как вот есть, так и есть. Просто подвели какие-то небольшие итоги. И еще, мы перешли Тихий океан, самую большую его часть. Это значит, что я уже два раза пересек Атлантику, два раза пересек Индийский и два раза пересек Тихий. Поэтому, можно считать, конечно, не две кругосветки, но тоже достаточно много. Но давайте вернемся к нашему переходу 4000 морских миль с Панамы через Галапагосы на Маркезы, французскую Полинезию. Ну, что, друзья, теперь давайте сделаем небольшой эволюэйшн, подведение итогов нашего перехода. Потому что делать выводы, учиться на своих ошибках, это очень важно. Итак, мы перешли 4000 миль с Панамы на Маркезы. Это французская Полинезия. Сделали это не в самый пик сезона, когда это все делают, когда уже чуть-чуть сезон прошел. То есть у нас до Галапагос были сложные условия, но это был осознанный выбор, чтобы не стоять еще там 8 месяцев и не ждать в Панаме. Мы решили так, что мы будем до Галапагос половину пути моторить, половину идти уже на парусах. Теперь поломки. Это самое важное в данном переходе, потому что переход большой. Это больше месяца мы находились в офшоре. Самая сложная поломка это ванта. Ди ван или диагональ от палубы до первого спредера или до первой краспицы. Она порвалась. Можно ли было это предотвратить? Я думаю, что в принципе с нашим опытом можно. С учетом того, что у нас на лодке ванты в принципе не менялись уже 10 лет, то стоило бы сделать какие-то выводы и сюда более внимательно посмотреть. Поэтому можно этот прощелк отнести на какую-то там халатность. Но опять же здесь есть такая вот когда много ходишь, попадаешь в такую небольшую ловушку, когда тебе кажется, что любую ситуацию в море ты в состоянии разрулить не так, 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 починить, что-то сделать, натянуть веревки. То есть ты в принципе понимаешь, как это делается. И ты попадаешь в ловушку, когда появляются такие проблемы, как у нас с вантой, ты просто вынужден быть более аккуратным, делать какие-то действия. Вместо того, чтобы просто заменить какие-то нагруженные ванты, можно, если там условно нету денег, поменять только наветренные и быть более-менее в зоне комфорта, с запасными. Ну, короче, всегда можно было что-то придумать. А в нашем случае мы потеряли ванту и в итоге весь переход у нас были аккуратные действия, что, наверное, и хорошо, меньше поломали, а так бы дошли на 3-5 дней быстрее. Но это уже в любом случае в прошлом. Вторая поломка, такая достаточно серьезная, это у нас отвалилась труба от фурлера, у нас лопнул металлическая такая металлическая пластина, здесь, к сожалению, ничего нельзя было предугадать, просто мы сделали все идеально, я считаю, и проблема, которая была связана с этой поломкой, мы ее локализовали, дошли на скрученном парусе аккуратно, без перенагрузок, может быть, можно было идти чуть быстрее, но, к сожалению, мы не могли за счет вант, мы не могли открыть паруса, ну, то есть, грубо говоря, нам приходилось очень аккуратничать, и где-то на 3 узла меньше мы шли в итоге, но все равно скорость была там порядка 6 узлов средняя, поэтому ничего здесь такого плохого не произошло. Далее проблема с батареями, здесь будет отдельный выпуск по Виктрону, по энергообеспечению лодки. Наша система сделана хорошо, у нас пауэрбанк наш, который состоит из 1200 ампер часов, разделен на две части, и в случае отказа одну и вторая у нас продолжает работать. Так у нас вот в одной из частей поломались балансиры, и она просто, БМС, просто отключил половину, чтобы не угандонить ячейки. поэтому мы шли до Галапагос на половине емкости, потом солнца не было, ну, короче, электричество у нас были приколы. Далее, мы не учли количество энергии, которую мы реально в состоянии получить, на все наши хотелки, то есть там всякие стиралки, посудомойки, все требует энергии. Даже интернет Илона Маска, это полтора киловатта в сутки, а полтора киловатта в сутки, это как два холодильника, которые достаточно много потребляют. Поэтому нужно понимать, что какое количество энергии и откуда ее брать. Такое количество энергии вы получить не можете, потому что лодка идет под углом, и когда вы стоите на стоянке, у вас солнце одновременно жарит на панели, когда вы идете под углом, у вас там вечно парус затеняет какие-то панели. В общем, вы находитесь в состоянии, когда у вас недостаток энергии, ее нужно пополнять, то есть нужно там моторить, но мотор дает мало, нужно запускать генератор. Короче, мы не учли то, что нам нужно энергии больше. Поэтому мы сделали выводы, немножко систему будем переделывать в ближайшее время, то есть генератор сделаем ему мейнтененс, подключим так, чтобы было много энергии на зарядке, порядка 200 ампер, мы должны с генератора снимать. То есть это те выводы, которые у нас были по электрике. Напоминаю, что по общему энергообеспечению у нас будет в ближайшем времени выпуск. Далее меня спрашивают, а как хардтоп? Хардтоп это идеально для фшора. Если вы ходите, гоняете где-то в регатах, он вам не нужен, потому что вам нужно видеть паруса, это неудобно. В случае крузинга вы навешали огромное количество солнечных панелей наверх, можно по нему ходить, собирать парус, не льет, особенно если сделать спрей-худ, вы будете полностью закрыты. Это просто офигенно. То, что мы заметили, когда реально большие волны, когда реально большие, то немножко он гуляет, но это заметно только по лейрам. Стоит понимать, что все-таки достаточно большой вес сверху на конструкции, но опять же повторяюсь, это не критично, то есть не было замечено каких-то даже на очень больших волнах реально каких-то проблемных движений. Это было просто, вот если ты знаешь на что смотреть, то ты можешь заметить, иначе этого заметить ты не можешь. Так далее, что у нас еще сломалось, какие-то проблемы начались с ватермейкером, он не хотел переключаться в good quality, возможно это солиники сенсор, будем разбираться, ну и забились туалеты, то есть перестали нормально работать, во всяком случае наш, мы сейчас будем тоже заниматься мелочи, но тем не менее, вот у нас такое количество проблем было за наш переход. Меня часто спрашивают, во сколько же обходятся вот такие вот трансокеанические переходы, давайте сейчас грубо сделаем бюджетирование. 3000 долларов у нас ушло на еду, на продукты, на питье, собственно на жизнеобеспечение. еще одна 1000 долларов у нас ушла на старлинк, на интернет. Я считаю, что старлинк сильно поменял все правила игры, и не попробовать это в переходе, я считаю, было бы крайне неправильно, поэтому 1000 долларов у нас обошелся интернет, это где-то за полтора месяца. И по мелочам там заход на голапагосы, там прочие какие-то там покупки мелкие технические на лодку, на переход, какие-то там зип для мотора и прочее, где-то еще 1000. То есть, грубо говоря, если не считать поломки, не считать вант, то где-то 5000 долларов у нас ушло на переход, поэтому держите эту сумму у себя в голове, можно отсюда убрать интернет, но будет в принципе где-то плюс-минус так. Кстати, хотел вам сказать, вы же знаете, что мы находимся в Тихом океане. Немного людей, которые делают репортажи отсюда. Нас ждут Туомото, Society Island, Cook Island, New Way, Фиджи, может быть Новая Каледония. Короче, огромное количество интересных мест. Не пропустите данный материал, поэтому нужно подписаться и проверить колокольчик. А по этому видео я вас попрошу комментарии, share, распространяйте, потому что чем больше вы влечены, тем это больше продвигает канал, тем это больше популяризирует яхтинг, а это собственно то, чем мы занимаемся. Поэтому, друзья, лайк, подписка, комментарий, колокольчик, все дела. До встречи в следующем выпуске. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok